Мы сегодня с вами поговорим о профессиональном устройстве высокого класса Wiesleaf Play GTX, производитель TC Helicon. Сразу поспешу избавить вас от иллюзий. Настоящее устройство нельзя использовать диск с жокеем, нельзя использовать в коробке-клубах и нельзя использовать как самостоятельное звуковое устройство для эффектов через инсерты ваших пультов. Устройство предназначено для работы гитариста в реальном времени. Это конгломерат двух устройств. Педаль эффектов для вашего музыкального инструмента, имеется в виду гитару, и вокальный процессор. Поверьте мне на слово, третьего здесь не дано. После того, как вы достали устройство из коробки, вам необходимо его правильно подключить. Сразу оговоримся. Ни в коем случае не используйте для подключения питания другие какие-то блоки питания, потому что это может вывести ваше устройство из строя. Итак, как вы уже увидели, с левой стороны у нас гнездо для подключения непосредственно блока питания. Следующее гнездо внизу. Это USB порт, но здесь нужно оговориться тоже. Не строите иллюзий. Здесь разговор пойдет не о подсоединении устройства как плагина к вашему компьютеру, а единственной функцией, которую вы сможете выполнять по USB, это непосредственно подключаться к компьютеру для использования Voice Support, управления пресетами и их обновления через сайт TC-Helicon.com. После того, как вы выйдете на сайт www.tc-helicon.com, вам нужно будет войти через продукт Voice Support, и в этой страничке обязательно первым долгом вы должны скачать драйвер для вашего устройства. После загрузки драйвера вы увидите на экране следующую картинку. Нажимаем кнопку меню пресет. У нас появляется следующее окошко. Нажимаем на кнопочку в середине экрана, и мы выходим с вами в основное меню установки пресетов нашей с вами педали. По элементам. Основной перечень плагинов, которые имеются в нашей педали, встроенные заводские плагины, они не переписываются, не стираются, не уничтожаются и не переименовываются. Любые другие действия мы можем совершать с вами только с теми пресетами, которые будут добавляться извне. Обратите внимание на этой фотографии. В правом нижнем углу есть библиотека Online Library, в которой производитель постоянно обновляет новые пресеты для педали. И из нее вы можете создать архив в левой части и перетащить туда, допустим, 500 новых каких-то пресетов. Из их базы данных пополнять пресеты в основной список вашей педали. В основном в списке содержится 500 ячеек, которые вы можете заполнить полностью по своему усмотрению новыми пресетами. Забивание новых ячеек непосредственно в память вашей педали не составляет никакого труда. И разобраться, если мало-мальски вы соображаете в компьютерах, обычным копированием вот этих пресетов из одной таблички во вторую, это в общем все просто делается, там ничего сложного особо нет. Единственное, не забывайте после перетаскивания в левом верхнем углу нажимать кнопку Apple Change. Я настоятельно вам рекомендую следующим действием из основного окна TC Healer Convoy Support нажать кнопку FarmWire и обновить ваше программное обеспечение, потому что часто педали, которые залеживаются на складах, они имеют драйвера и математику, обслуживающую где-то первую версию просто. А фирма постоянно обновляется, и поэтому, если вы видите на экране, уже версия 1.2.0.3, на билд 50. И так вот в течение 3-5 месяцев фирма постоянно выбрасывает новые драйвера для этой педали. В закладке мануал вы найдете мануал на русском языке. Вот он, почти предпоследний, там внизу вы видите. И сможете почитать общее описание вашей педали и элементы, как описание каждого элемента и как правильно пользоваться этими элементами. Кто силен в английском языке, может также посмотреть. Там есть ответы на вопросы и видеоматериалы, как пользоваться непосредственно этой педалью. Вернемся с вами теперь к задней стенке нашей педали и продолжим подключение ее. Следующие гнезда, которые идут слева направо, это гнездо для подключения наушников. Наушники подключаются маленьким джеком обычным, к которым мы подсоединяемся с вами к нашим телефонам, к нашим мини-плеерам и так далее и тому подобное. Следующие симметричные разъемы, это left и right для выхода нашей педали, подключения ее к пульту. Следующее гнездо для подключения педали, но об этом мы поговорим немножко позже. Внешняя педаль, она предназначена для специфического выполнения задач. Следующее гнездо, это гнездо для подключения мидии. Если в вашем составе имеются клавишные инструменты и вы не используете гитару для создания гармонической составляющей в вашей педали, вы можете подключить сюда клавишный инструмент свой. Гнездо AUX предназначено для подключения внешнего источника сигнала, в данном случае трека музыкального, который будет формировать гармоническую составляющую для обслуживания вокала. Гнездо FRO предназначено для подключения к вашей педали непосредственно к комбоусилителю. По этому проводу сигнал будет идти не обслуженный всевозможными эффектами, а чистый сигнал от вашего инструмента будет поступать на комбоусилитель. Гнездо IN это вход вашего музыкального инструмента, в данном случае вашей электрогитеры. И гнездо MIG, микрофон, значит, это гнездо для подключения вашего канала микрофона.